В поселке Красный учебный год начнется опять в старых корпусах. Новая школа сегодня готова на 95%. Трехэтажное здание на 300 учебных мест, которое начали строить в 2012 году, по словам подрядчика, будет сдано в эксплуатацию в конце 2016 года. Готовность школы оценила администрация Заполярного района и депутаты окружного собрания. Строительство школы в Красном началось в декабре 2012 года в рамках государственной программы развития образования в Ненецком автономном округе. Объект должны были сдать в сентябре 2014 года. Но в процессе строительства подрядчик самовольно отступил от утвержденной проектной документации при возведении опорного узла кровли в актовом зале. В результате стены здания пошли трещинами. Родители будущих учеников решили, что ситуация критичная. В результате генеральный подрядчик заплатил штраф и переделал работу. Инженер общества с ограниченной ответственностью ЛИРО Алексей Белокон считает, одной из главных причин задержки строительства – нехватка финансов и рабочих рук. Хоть и задержкой, но здание постепенно готовят ко встрече с учениками. На первом этаже будут учебные классы начальной школы, столовая, на втором этаже актовый зал, потом классы уже средней школы, на третьем этаже административно-бытовой комплекс и также учебные классы. А цокольный этаж будет? Цокольный этаж есть, да, там находится музейная комната, мастерские дерева и металлообработки, тренажерный зал. Также на территории новой школы находятся футбольные и баскетбольные поля, беговая дорожка и игровые площадки для детей начальных классов. Внутри школы осталось делать не так много. Осталось, в общем-то, такие работы, как завершение благоустройства, завершение монтажа лифтового оборудования, косметика, внутреннее завершение также работ, уже завершено устранение протечек по кровли, которые в процессе эксплуатации выявились, к сожалению, опять-таки. Значит, было какое-то некачественное проведение монтажа, но это уже устранено. После выполнения внутренних работ строители выйдут на территорию для благоустройства площадок и посадки газона. Общая стоимость строительства учебного заведения на 300 человек составила 433 миллиона рублей. Но пока школа строится, ученикам Красного приходится учиться в две смены. Для занятий задействована школьная библиотека, пришкольный интернат и даже корпус, в котором ранее размещался тренажерный зал. В новую трехэтажную школу учащиеся переедут не ранее декабря 2016 года. Дмитрий Марков, Леонид Шишелов, Телеканал Север.